Всем привет! На примере данного кулера, подходящего для широкого ряда материнских плат с сокетом Intel и AMD, посмотрим, что находится внутри его тепловой трубки и насколько оказывает влияние ее герметичность на теплоотвод. Прежде хочу указать на ряд особенностей данного охлада. Габариты установленного здесь 4-пинового вентилятора составляют 92 на 92 миллиметра. При этом в него упираются клипсы, из-за чего могут возникнуть неудобства при монтаже. Фиксация к радиатору реализована с помощью двухстороннего скотча, что является не очень эффективным и позволяет его легко снять. Прежде посмотрим, как кулер справляется с отводом тепла от i5 процессора. Установив его на материнскую плату, можем наблюдать, что уже в холостом режиме вентилятор плавно отклеивается. Вернув его обратно в Windows 10 с помощью программы оси сети в режиме простое можно видеть, что температура CPU составляет максимум 44 градуса. Теперь нагружу его запустив тест. Спустя 10 минут непрерывной работы среднее значение температуры составило около 54 градусов, тогда как максимальная 63. Интересный факт, который я заметил, это то, что на конце трубки расположенной снизу температура почти 28 градусов, тогда как на верхней около 23. Перейдем к самой интересной части, а именно разгерметизации системы теплоотвода. В ходе распила какого-либо запаха или выделения жидкости я не заметил. Здесь на внутренней стороне трубки можно наблюдать пористую структуру. Как известно, она позволяет специальной жидкости, имеющей относительно низкую температуру кипения, под действием капиллярных сил перемещаться. Спилю противоположный конец и посмотрим, удастся ли все-таки что-то обнаружить. Таким путем какую-либо жидкость или вещество, находящееся в другом состоянии, мне не удалось выявить. Проверим, окажет ли влияние разгерметизации трубки на теплоотвод. Установив кулер на материнскую плату, в программе оси сети максимальное значение температуры в режиме простоя составило около 60 градусов. Теперь нагружу процессор, запустив тест. Спустя почти одну минуту его температура достигла 100 градусов. Как можем видеть, нарушение целостности приводит к сильному снижению рассеивания тепла. Таким образом, по всей видимости, это свидетельствует об отсутствии хладагента в системе. При этом разница температур между кончиком нижней части трубки и верхней составляет порядка 1-2 градусов. Возможно, это связано с тем, что небольшая доля вещества отводящего тепло осталась внизу. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова